Родительский контроль Для обеспечения родительского контроля обычно используется программное обеспечение, дополнительное либо встроенное, например, в Windows 7. Ограничение при таком контроле может осуществляться как по времени, определенные часы в течение суток, либо определенные дни, так и по определенным интернет-ресурсам нежелательной направленности. Родительский контроль А там их ждет множество опасностей, о которых они сами, скорее всего, даже и не подозревают. Программы родительского контроля предназначены, в первую очередь, для создания ограничений ребенку, они призваны обеспечить его безопасность, оградить от того, что, возможно, ему еще рано знать и видеть. Одна из основных задач приложений – создание фильтра веб-сайтов. Все очень просто. На одни страницы заходить можно, на другие – нельзя. Как осуществляется подобный контроль? Обычно предлагается два варианта ограничений. Приложение работает с базой данных, где содержатся сайты для взрослых. Крайне желательно, чтобы список регулярно обновлялся через интернет, иначе появление новых ресурсов быстро сделает защиту неактуальной. Администратор или, в данном случае, родители могут расширять черный список сайтов на свое усмотрение. Довольно часто применяется более жесткий способ контроля – создание белого списка. Ребенок может посещать только те веб-сайты, которые ему разрешили родители. Минус подобного контроля заключается в чрезмерной строгости, можно даже сказать, в жестокости. Пустили дочь за компьютер, а сайт с описаниями технических характеристик кукол не включили в белый список. Девочка в слезах Подружки давно хвастаются новинками кукольного мира, а ребенок даже не в курсе, о чем вообще сверстники ведут разговор, интернет это нормального нет. Зато не надо автоматически обновлять списки, актуальность со временем практически не теряется. Еще один способ родительского контроля заключается в фильтрации сайтов по их содержимому. Вы задаете набор ключевых слов, и если что-либо из их списка обнаруживается на веб-странице, то она не открывается. Родителям, возможно, придется отбросить прочь страх и стыд, самостоятельно вписывая мать, пошлости, уголовщину и прочие вещи, запрещенные для ребенка. Ребенок наивен. Ребенок наивен, он можно нечаянно рассказать незнакомцу и ваши личные данные. Злоумышленники хитрые, они прикидываются ровесниками, невзначай задают каверзные вопросы. Напрашивается и вторая опасность, собеседники ребенка могут научить его, в лучшем случае, мелким пакостям, а о примерах серьезных бед лучше даже не вспоминать. Некоторые программы родительского контроля способны производить анализ информации, отправляемый с компьютера. Если в ней встречаются некие ключевые слова, например, адрес, номер школы или телефона, то происходит блокировка отправки сообщения. В вашей семье один ребенок или несколько детей, есть компьютер, подключенный к интернету. Как обезопасить младшие поколения от негативных последствий пребывания в сети? Первое, что сразу напрашивается, компьютер не должен стоять в детской комнате. Лучше всего, если он будет в зале, где кто-нибудь родители сможет постоянно следить за тем, чем занимается ребенок. В противном случае, он запрится в комнате, и вы даже, возможно, не догадаетесь, что чадом скачано несколько фильмов эротического содержания, а в местном чате ему рассказали, как самому делать петарды. Как бы банально это ни звучало, но все решает воспитание. Ребенку надо показать интернет, заинтересовать полезными, с вашей точки зрения, с сайтами, объяснить, что можно делать, а что нельзя. Нельзя соглашаться на встречи с незнакомыми людьми, нельзя сообщать личные данные, нельзя самостоятельно совершать покупки в сетевых магазинах. Но вместо норовоучения сына не смотри на голых женщин, умеешь не воспользоваться специальными программными продуктами, которые закроют ему доступ к взрослым ресурсам. О подобных приложениях и пойдет речь далее. Одна из проблем, которую вынуждена решать родителей, доступ ребенка к компьютеру и интернету. Сколько времени чате может проводить перед экраном монитора? Как долго ему позволено играть в игры? Как сделать времяпровождение маленького пользователя в интернете безопасным? На эти и многие другие вопросы каждая семья отвечает для себя. Тем не менее, о том, что проблема родительского контроля давно стала общей, говорит то, что средства для ограничения доступа к приложениям, играм и сайтах были включены в состав Windows Vista. Подобные средства с недавнего времени появились во многих комплексных приложениях для обеспечения безопасности, например, в Нартан Интернет Секьюрити и Касперский Интернет Секьюрити. Есть и специальные программы, предназначенные исключительно для родительского контроля. Если несколько лет назад практически все они были англоязычными, то сегодня не проблема найти приложение, разработанное специально для русскоязычных пользователей, что, несомненно, говорит о том, что спрос на подобные решения есть. Для того, чтобы заботливые родители смогли ограничить время провождения своего ребенка за компьютером, а также блокировать нежелательные веб-сайты в сети Интернет, разработчики Windows придумали такую замечательную функцию, как родительский контроль. Вот список использованной литературы. Список ссылающихся сайтов с целью соблюдения авторских прав. Спасибо за просмотр! Больше интересной информации читайте на сайте uip.ac.uray или звоните по телефону 38 097 920 85 23. Увидимся в следующей презентации!